Моё почтение, многоуважаемая публика, стихотворение из этого ролика о том, как переобуваются мужчины, испытывая на себе влияние существ, с дыркой между ног. Ещё ни один, сука, прежним не остался. Трещев Алексей Николаевич. Трещев Алексей Николаевич. Не мог терпеть он спину гнуть, любил он бедный класс, любил помещиков калинуть сатирой злой подчас. И Жоржем Зандом и Леру был страстно увлечён. Мужей он получал добру, развить старался Жан. Когда же друга моего толкнула в глушь судьба, он думал закалить его с невежеством борьба. Всех лихоимцев, подлецов, мечтал он быть грозой. Из-за права сирот и водов клялся стоять горой. Ну ах, грядущий от нас, густой скрывает мрак. Не думал он, что близок час вступить в законный брак. Хоть предавал проклятие он пустой бездушный свет, Но был в губернии пленён девицей в тридцать лет. А она была иных идей, и ей не был Занд знаком. Но дали триста душ за ней и трёхэтажный дом. Женился он, и ему пришлось по сердцу жизнь сам друг. Жена ввела его тот час в губернский высший круг. И стал обеду он давать. И почитал за честь, когда к нему съезжалось знать, Чтоб хорошо поесть. И если в дом к нему порой являлся генерал, Его от счастья сам не свой. Он на крыльце встречал. Жена крутой имела нрав. А дома триста душ давали ей так много прав. И покорился муж. Хоть иногда ещё карал он зло в кругу друзей, Но снисходительней взирал на слабости людей. Хоть и не утратил он вполне могучий слово дар, Но как-то стынул при жене его душевный жаль. Бывало, только заведёт, а крепостных он спорь. Глядишь, и зажимает рот ему, супруги взор. И встретил я его потом в губернии другой. Он был с порядочным брюшком, и чин имел большой. Предо ним чиновный весь народ и трепетал, и млев. И уж не триста душ, пятьсот он собственных имел. А добродетели судил он за колодой карт. Когда же юноша входил, порой прида ним вазад, Он непокорность порицал, как истый бюрократ. И на виновного бросал молниеносный взгляд. Спасибо.